Лекция по Шримад Бхагаватам Субтитры подогнал «Симон» Перевод Царь Парикшит женился над дочерью царя Уттары и стал отцом четырех сыновей, старшим из которых был Махараджа Джанамиджая. Мать Махараджа Парикшита звали Уттарай. У царя Вираты было двое детей, сын и дочь. Сына звали Уттара, а дочь звали Уттара. Итак, Уттара училась танцем у Арджуны. Когда Арджуна жил во дворце Махараджи Вираты, служа ему, как обычный учитель танцев, они не знали, что он Арджуна, поскольку, согласно обещанию, они один год должны были жить инкогнито. Если их заметят, то им пришлось бы жить еще 12 лет в лесу, в ссылке. Итак, Арджуна, Бхима и остальные взяли на себя разные служения по дому во дворце Махараджи Вираты. И Арджуну назначили учителем танцев дочери Уттары. Представьте себе, Арджуна был великим воином. Он был также опытным учителем танцев. Когда обнаружилось, что эти слуги, пандавы, и они жили здесь, занимаясь обычным служением, Махарадж Вирата был очень доволен. Такие великие души живут в моем доме инкогнито. И он предложил Уттару Арджуне «Женись на моей дочери. Ты учил ее искусству танца». Арджуна сказал, «Как я могу жениться на ней? Я учитель, а она моя ученица, она моя дочь, как я могу жениться на ней?» И тогда Арджуна сказал, «Если ты хочешь, чтобы эта дочь осталась в нашей семье, у меня есть взрослый сын, ему 16 лет, то есть Абиманю, сын Субадры, этой Субадры, Кришна была Рама Субадра. Субадра вышла замуж за Арджуну, и их сыном был Абиманью. Итак, Уттара вышла замуж за Абиманью. Их сыном стал Махараджа Парикшит. Абиманью только что поженился, и после этого была объявлена война. Абиманью пришлось идти на войну. И он отправился на бой на поле битвы Курукшетра. Он сражался за своего отца, но он так и не вернулся с войны. Он погиб там. Уттара была беременной. В ее утробе находился Махараджа Парикшит. Но противная сторона убили Абиманью. В конце концов, они убили пятерых сыновей пандавов, которые спали. И Ашватхама, чтобы ублажить Дурьотхану, убил этих сыновей, пока они спали. Совершил самый отвратительный поступок, и он принес эти их головы Дурьотхане. Сказал, я покончил с Куру. Дурьотхана понял, что это не головы пандавов, а головы их сыновей. И от разочарования он сказал, теперь нашей династии конец и умер. Итак, единственный наследник Махараджа Парикшит находился в утробе своей матери, и даже его попытались убить с помощью брамастры. Брамастры подобно ядерному оружию. Брамастры, особое назначение брамастры заключается в том, что когда это оружие выпускают, оно убивает только определенного человека. где бы он ни находился, оно убьет его. Не важно, спереди он или где-то прячется. Оружие настолько могущественно, что запускаемое с помощью одной лишь мантры, оно убьет вашего врага, где бы он ни находился. Итак, такую брамастры выпустили, чтобы убить этого ребенка, младенца в очреве. И тогда Уттара почувствовала, что у нее случится выкидыш. И она сразу же обратилась к Кришне. Я испытываю такое чувство. Мне кажется, что у меня будет выкидыш. Пожалуйста, защити меня. И тогда Кришна вошел в утробу Уттары и спас ребенка от брамастры. Итак, Махараджа Парикшит такой преданный. Он был под защитой Кришны, даже когда еще не родился. Поэтому Шукаде Вагасвами обращается «Маха Пауршика, ты великая душа». И этот Махараджа Парикшит снова был проклят браманом. Он мог бы отомстить, но он не стал этого делать из уважения к браману. Он посчитал себя оскорбительным. это был последний период его жизни. И поскольку он был проклят браманом на последнем этапе своей жизни, ему осталось всего 7 дней жизни. И он в течение этих дней слушал Шукаде Вагасвами. И поэтому у нас есть эта книга. Такова история. Махараджа Парикшит сын Уттры. Он женился на дочери дяди по матери. Это было разрешено. Это до сих пор разрешено. Такие браки считаются очень аристократическими. Жениться на дочери дяди по материнской линии. И Арджуна также женился на дочери дяди по материнской линии. Кунти приходилась с сестрой Васудеве отцу Кришны. И Субадра была дочерью Васудева. Кроме как в Южной Индии эта традиция больше не существует. В Бенгалии и в других провинциях Индии люди больше не женятся на своих двоюродных родственников. Но в Южной Индии до сих пор такие браки когда юноша женится на дочери своего дяди по матери считаются свойственны аристократическим семьям. пять тысяч лет назад такая традиция существовала. Махарадж Парикшит Махарадж Парикшит женился на дочери своего дяди. таная 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 значит дочь уттарасся танаям упаема ее звали Иравати Махарадж Парикшит Итак в очреве Иравати ты можешь прочесть параграфа Джанамиджая Джанамиджая один из царей Раджа Риши знаменитый сын Махараджа Парикшита его мать звали Иравати или по некоторым другим источникам Мадравати у Махараджи Джанамиджая было два сына Гятаника и Шанку Карна он совершил несколько жертвоприношений в месте поломчества Курукшетри троих его младших братьев звали Шрута Сена Угра Сена и Бима Сена Второй он вторгся в Такшалу Аджанту а также решил отомстить за несправедливое проклятие своего великого отца Махараджи Парикшита да Махараджа Парикшита проклял мальчик Браман которому не было и 12 лет когда он услышал что его отца оскорбили один муни пребывал в медитации и Махараджи Парикшит в это время охотился в лесу его мучила сильная жажда в те дни в лесу было множество жилищ святых мудрецов они там жили и он зашел в одно из них и попросил воды но Муни находился в глубокой медитации и он не расслышал его и не принял царя царь почувствовал себя оскорбленным я попросил воды а этот человек молчит там лежала мертвая змея и в гневе он взял эту мертвую змею и обернул вокруг шеи мудреца и ушел новость об этом распространилась по округе и его сын в это время играл как только он услышал об оскорблении своего отца он страшно рассердился и проклял тут же проклял царя змея укусит этого царя и он умрет от змеиного укуса а затем он пришел к своему отцу он плакал в то время медитация отца прервалась сынок почему ты плачешь тебя оскорбил Махараджи Парикшит я проклял его вот так он был изумлен что ж ты сделал это ошибка ты проклял Махараджи Парикшита величайшее проклятие на общину браманов Кали-юга начнется с разложения общества браманов ты первый даже ребенок родившийся у брамана был настолько могущественным что его проклятие на смерть Махараджи Парикшита от куса змеи невозможно было нейтрализовать и он умер представьте себе насколько велика была браманическая сила даже у ребенка что уж говорить о взрослых людях так в те дни как мы читали в первом стихе Дви Джаварья Шикше на самом деле браманы управляли делами государства но не напрямую они не сидели на троне они давали царям хорошие советы в соответствии с шастрой правь вот так таков метод и цари должны были следовать этим советам хотя была монархия они цари не были безответственными прежде всего цари получали идеальное совершенное образование и воспитание поэтому говорится Дви Джаварья Шикшая вчера я говорил Дви Джа значит Браман дважды рожденный и здесь добавлено еще одно слово Варья Варья значит первоклассный не третий классный первоклассный человек Дви Джа Варья Шикшая вот такие люди учили если царь был бесполезен иногда они убивали царя и следующий его сын занимал его положение так произошло в случае с Махараджей Веной Махараджа Вена был заносчивым деспотом он родился от матери низкого сословия и стал таким гордым что в детстве когда он играл с друзьями если они ссорились он мог убить своего друга его отец его отец испытал такое разочарование он пытался исправить его образумить всяческими способами но никак не мог в конце концов Махараджанга его отец оставил царство в отвращении и тогда браманы попросили царя ты правишь неподобающим образом ты остановил все религиозные отправления это плохо для людей для тебя плохо прежде всего они пытались успокоить его своими добрыми наставлениями но царь сказал вы браманы не знаете меня хорошо я бог и так далее и так далее и тогда браманы убили его вы знаете что Джамадагния Парашурама увидев что цари потеряли всякую ответственность он убил всю династию кшатриев в течение 21 раза на это дел таким было правительством если браманы увидели что кшатри цари правят не в согласии с ведическим принципом иногда они убивали царя и так Махарадж Парикшит тоже был убит но это была не его вина конечно была небольшая вина с его стороны но это произошло по плану Кришны он должен был оставить этот мир чтобы было рассказано Бхагаватам и люди бы получили благо от этого в противном случае Махарадж Парикшит мог нейтрализовать это проклятие он был очень могущественным преданным но он не стал этого делать итак продолжай читать он совершил великое жертвоприношение сарпа ягью сарпа ягья поскольку его отец Махарадж Парикшит погиб от укуса змеи он совершил ягью чтобы все змеи в этой вселенной погибли такова была его решимость он совершал такую ягью чтобы все змеи оказались там и попадали в огонь читались такие могущественные мантры которые были способны это сделать сейчас все это забыто никто уже не знает никто не может поверить даже в это но это было возможно браманы делали это повторяя ведические мантры не могли сделать все что угодно такова была ягья продолжай намереваясь истребить весь змеиный род в том числе такшаку чей укус оказался смертельным для его отца по просьбе многих влиятельных полубогов и мудрецов ему пришлось отказаться от своего решения истребить всех змей хотя он был решительно настроен убить их многие полубоги и святые попросили его не делать этого из-за ошибки одной змеи ведь это тоже было судьбой они сказали ему что это предсказано ты не можешь убить всех змей на свете и поэтому он остановил но несмотря на то что он остановил жертвоприношение и все его ученики остались довольны так как он щедро наградил их на этой церемонии присутствовал Махамуни Вьясадева и сам рассказал царю историю битвы на Курукшетре позже по указанию Вьясадевы его ученик Вайшампаяна поведал царю содержание Махабхараты безвременная смерть отца очень опечалила его и он жаждал вновь увидеть его он раскрыл свое желание великому мудрецу Вьясадеве и тот исполнил его отец явился перед ним и он с великим почтением и пышностью совершил обряд поклонения ему и Вьясадеве полностью удовлетворенный он щедро одарил присутствующих на жертвоприношении браманов отец 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 Продолжение следует...